Те, кто встречался или помолвлен с близнецом, каков был ваш самый неловкий момент с другим близнецом? Когда мне было 17 лет, я встречался с одной из двух девочек-близнецов. Их родители всегда покупали им всё одинаковое, поэтому вполне предсказуемо они будут притворяться друг другом ради забавы. Мы купались в озере неподалёку от города, где жили, и они появились в одинаковых купальниках, украшениях, шлёпанцах и полотенцах. Мы начали купаться, и как подростки начали дурачиться. Я думал, что целуюсь со своей девушкой, когда она засмеялась, отстранилась и сказала, «Ты прав, моя сестра действительно слишком много говорит языком». Моя зарождающаяся эрекция исчезла в смущении, и я был так смущен, что не прикасался ни к одной из них, пока они не согласились выпить чего-нибудь, чтобы развеселить меня. Это были две 17-летние девчонки с очень хорошей фигурой, так что мне приходилось сдерживаться. Я этого не сделал. Я ушёл как можно скорее, потому что они продолжали попеременно дразнить меня, в физическом смысле, продолжая выпивать. Я был подростком, и я не смог справиться с таким давлением. Чувак, это же просто офигенно! Почему ты ушёл? У парня, с которым я работаю, есть брат-близнец, который живёт на другом конце страны. Он снял видео, когда впервые представил своего двухлетнего сына брату-близнецу. В тот момент, когда этот ребёнок увидел своего дядю, полностью похожего на его папу, его глаза стали просто огромными, и он продолжал переглядываться на папу, и потом снова на телефон. Мы буквально видели, как его крошечный мозг сейчас взорвётся, а потом он просто начал плакать. Встречался с близнецом в колледже. Иногда они страдали от того, что некоторые называют синдромом одинокой личности. Они всё делали вместе, все решения принимали вместе. Даже самые простые вещи. Они просыпались утром и говорили, что мы сегодня наденем. Просто даю некий контекст для этой истории. Как я уже сказал, я встречался с этой девушкой в колледже. Она и её сестра жили вместе. Так вот, всё то время, что мы встречались, её сестра была без парня. Это иногда делало её сестру третьим лишним во всём, что мы делали вместе. Это было всё равно, что встречаться с ними обоими, но без всяких привилегий. Я знаю, о чём ты подумал. Однажды мы втроём отправились в короткий четырёхдневный круиз по Карибскому морю. На корабле мы все вроде как занимались своими делами. Однажды утром я встал и пошёл в спортзал, а девочки пошли завтракать. Когда я вернулся в комнату, то увидел, что тот, кого я принял за свою подругу, снова лежит в постели. Думая, что мы ненадолго останемся наедине, я забрался в постель. Лёг рядом с ней, начал целовать её шею и провёл рукой по её рубашке. Она поворачивает голову. И к моему ужасу я понимаю, что это её сестра, а не моя подруга. Я быстро отступил назад и сказал, «Господи, мне так жаль, сорян». Она приняла это нормально. Она пожала плечами, улыбнулась и сказала, «Это должно было случиться в какой-то момент». Она также намекнула на то, что это происходило раньше с парнями, которые были до меня. Насколько я знаю, она никогда не говорила об этом моей девушке. И я уверен, что сам никогда об этом не расскажу. А прикинь, это была твоя девушка. И это был тест, расскажешь ты ей об этом или нет. Мой муж и его близнец были одеты одинаково. И сзади они выглядели одинаково. Я обняла не того человека. Неловко, но в конце концов не так уж и плохо. Немного не по теме, но похожая история. Мы явно не близнецы. Но я был очень похож на своего друга, когда мы были подростками. Тот же рост, та же стрижка, похожее телосложение. Однажды мы были на каком-то сборище, когда кто-то подошел сзади и ударил меня. Я обернулся и увидел, что этот старый чудак, которого я никогда в жизни не встречал, на секунду стал самодовольным, пока не понял, что я не его племянник. Мой брат-близнец трахнул мою девушку. Позже он трахнул женщину, на которой я уже хотел жениться. Мы не разговариваем в течение пяти лет. Не самый неловкий момент для меня. Я посещаю один бар каждую неделю. Все официанты знают меня и знают моего мужа, который приходит не так часто. Но наша официантка знает его. Однажды вечером брат-близнец мужа и его восьмимесячная беременная жена идут в бар на ужин. Эта официантка подумала, что это мой муж пришел с какой-то любовницей. На них странно смотрел весь персонал. И она оказала им ужасное, прямо-таки грубое обслуживание. Брат-близнец говорит что-то вроде Ха, это странно. Близнец всегда говорит, что у них здесь самое лучшее обслуживание. Он тусуется здесь каждую неделю. Его жена начинает смеяться и говорит официантке Эй, я думаю вы знаете близнеца моего мужа и его жену. Они приходят сюда каждую неделю. После этого сервис значительно улучшился. Моя бывшая девушка и ее близнец жили вместе. Я думал, что моя бывшая была в душе. В душе были непрозрачные двери, так что вы не могли видеть, кто был внутри душа. Но вы все еще могли видеть силуэт женщины, которая выглядела точно так же, как моя бывшая. Так или иначе, я только что добрался до их дома и должен был воспользоваться ванной. Я ворвался внутрь. Она скользнула в открытую дверь душевой кабины и сказала. Что ты там делаешь? Моя челюсть просто упала на землю. Я потерял дар речи. Но к счастью, все быстро решилось. Оказывается, моя бывшая была на заднем дворе. Сидела у бассейна. Мой дедушка был близнецом. Он служил в ирландской армии. А его брат-близнец Эдди не служил в армии. У дочери Эдди есть татуировка Эдди на ноге. Это большая татуировка его в полной армейской форме. Ни у кого не хватает духу сказать ей, что это не ее отец. Я учил близнецов. И я не заметил, что целый месяц учу близнецов. В свою защиту скажу, что я плохо вижу лица. И все дети выглядят одинаково. У меня есть дяди-близнецы. И одна из их жен предложила другой жене, чтобы они поменялись кроватями этой ночью. И посмотрели, заметят ли близнецы. Другая жена посмотрела на нее и расхохоталась. И ей пришлось объяснять, что близнецы только их мужья, а не они. Не совсем то же самое, но это напоминает мне историю. Это не так работает со старым тренером по бейсболу. В команде было двое ребят с одинаковыми именами. Джо Смит и Джо Бейкер. На униформе у всех были только фамилии. А у Джо, Де Смит и Де Бейкер. Когда мы спросили, почему у них есть свой первый инициал, тренер сказал. Чтобы отличить их друг от друга, потому что у них одно и то же имя. Напоминаю, на униформе писали только фамилии. А у них они были разные. Лол. Женился не на той женщине. О боже мой, позволь мне сказать тебе. Это длинная история, так что пожалуйста потерпите меня, но она того стоит. Я почти никогда не ошибаюсь в них. Для меня они выглядят совершенно по-другому. И я знаю, что мой это тот, у которого привлекательная форма головы. Однако, может быть, один или два раза в прошлом я путалась. Самое неловкое произошло в школьной библиотеке на первом курсе колледжа. Я встречался со своим парнем, которого мы будем называть Брент. Его близнец, Рон, встречался с девушкой Сарой всего пару недель. Я иду в библиотеку, чтобы встретиться с Брентом за ужином, когда натыкаюсь на Сару. Мы здороваемся, болтаем. И как раз, когда она поворачивается, чтобы уйти, она упоминает, что видела моего парня в компьютерных лабораториях на втором этаже. Итак, я поднимаюсь по лестнице и вижу Брента, сидящего за одним из компьютеров, когда внезапно меня поражает откровение. Брент далеко не так хорош собой, как мне помнилось. У меня появляется какое-то странное чувство. И когда я подхожу ближе, мои страхи подтверждаются. Брент меня больше не привлекает. Его кожа кажется более оливкового оттенка. Его стрижка странная, а голова странно асимметрична. Четыре месяца долгий срок, и я решила, что огонь во мне угас, с тех пор, как я видела его в последний раз. Но как бы то ни было, я говорю себе смириться с этим. Брент отличный парень, и я не должна быть такой поверхностной. Внешность, это ведь ещё не всё, верно? Брент видит меня, и я слегка машу ему рукой. И он вроде как просто улыбается. И просто продолжает смотреть. Странно. Я пододвигаю стул, и начинаю говорить с ним о том, как прошёл его день, ведя себя дружелюбно и по-дружески. Но Брент ничего не даёт мне взамен. Все его ответы коротки, и он, кажется, почти сбит с толку нашим взаимодействием. Он также, кажется, не помнит, что у меня был большой тест в тот день, за который я переживала весь месяц. Потому что он даже не спросил, как всё прошло. Я начинаю немного расстраиваться. Конечно, я могу встречаться с парнем с картофельной головой, но не с парнем, который даже не может поддержать разговор. Я подумала, что у него сегодня плохой день, и спросила, не хочет ли он прогуляться по библиотеке. Он говорит, «Ээээ, думаю, да, но это немного странно». При этом ответе я думаю, «Чего?» Мы встречаемся уже 4 месяца, и это не такая уж странная вещь, чтобы делать её вместе. Я решаю, что мне нужна секунда, чтобы собраться с мыслями. Потому что его поведение действительно отталкивает. Я говорю ему, что собираюсь вернуть книгу на первый этаж, и поэтому я делаю то, что сделала бы любая девушка, когда она собирается уходить. Я кладу ему руку на колено, и как бы наклоняюсь для поцелуя. Глаза Брэнта становятся большими, и он начинает медленно отодвигаться от меня. Я останавливаюсь и получаю второе ужасное откровение. В старших классах я встречалась с парнем, который оказался геем. Он ещё не знал об этом, но я поняла это, когда подошла поцеловать его, а он отстранился от меня. Точно так же, как и Брэнд. «Боже мой!» Подумала я. Я очень взволнована в этот момент, поэтому встаю и сразу же направляюсь вниз по лестнице. Это всё просто слишком для меня. За 10 минут я перешла от знакомства с красивым мальчиком к тому, чтобы расстаться с социально неловким, потенциально гомосексуальным человеком с уродливой головой. Я жалуюсь на своё ужасное положение, когда вижу Рона, сидящего в кресле на первом этаже. Он полулежит с книгой в руке, немного откинувшись назад и вытянув свои длинные ноги. А Рон сегодня очень хорошо выглядит. Прошептала мысль, пришедшая мне в голову. Я решила поговорить с ним. Может быть с Брэндом случилось что-то такое, о чём я не знаю? Может быть Брэнд чем-то расстроен, и именно поэтому он такой странный? Или может быть его ударили бейсбольным мячом по голове, и именно поэтому его личность отличается? А левая сторона головы более плоская, чем правая? Рон видит меня и с энтузиазмом здоровается. Теперь я точно не помню, что произошло дальше, но мы начали разговаривать. Я помню, как думала о том, насколько легче было говорить с Роном. Я удивилась, почему Брэнд не был таким. В какой-то момент я упоминаю, что Брэнд находится на втором этаже. Рон внезапно выглядит смущенным. Он останавливается и говорит, «Но Брэнд это я!» Я смотрю на него и смеюсь. Я думаю, как же это могло произойти? О господи! Вот тогда-то я и получила свое третье ужасное откровение. Клянусь, то, что произошло потом, было похоже на спецэффект в кино. Лицо Рона почти преображается прямо передо мной. Его скулы становятся более четкими, глаза округляются, персиковый оттенок возвращается на щеки, а лоб превращается в красиво очерченный прямоугольник. Я думаю, что мысленно накладывала черты Рона на лицо Брэнта, позволяя своим глазам обмануть мой разум. Я поняла, что этот Рон на самом деле был моим Брэндом, и что Сара по ошибке сказала мне, «Мой парень находится на втором этаже». Я начала смеяться, потому что не могла поверить в то, что только что произошло. Я рассказала Брэнту о своем странном разговоре с Роном, когда вдруг вспомнила, что пыталась поцеловать его. Упс! Я встала и побежала на второй этаж, чтобы увидеть Рона. Он стоял в компьютерном классе с сумкой в руке, готовый отправиться на самую неудобную прогулку с сумасшедшей подружкой своего брата. Рон выглядел немного взволнованным и сказал, что готов пойти со мной на прогулку, но предпочел бы остаться в школьной библиотеке. Вероятно, потому что там было много людей, которые могли бы помочь ему, если бы я попробовала еще что-нибудь сделать. Я рассмеялась и сказала, «У меня есть парень». А после все объяснила. Так или иначе, мы с Брэнтом только что обручились, и с тех пор я их не путаю. Это самая длинная история, походу, которая будет на этом канале. Ну а на этом все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Спасибо всем, кто ставит лайки и пишет комментарии. А также не забывает про колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И не забудьте посмотреть вот эти два ролика. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!